МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. В рамках этого дня в Чебоксарах прошла акция «Время быть здоровым». К здоровому образу жизни приобщилась и наша съемочная группа. Здоровый образ жизни всегда в тренде. Так считают студенты ЧГУ и жители столицы Республики, которые приняли участие в этой акции. Начали по традиции – с зарядки со звездой. Ее проводила гимнастка Полина Федорова. Как видите, нас сегодня немало. Нас немало все собрались, все активно принимают в этом во всем участие. И даже такая плохая погода не испортит нам хорошее настроение. Мы будем сегодня ветериться, пропагандировать здоровый образ жизни, поднимать всем остальным настроение. И говорить, как же это круто, соблюдать здоровый образ жизни, быть здоровыми, быть спортивными – это здорово. Любой желающий смог узнать основные показатели своего здоровья. Для этого около главного корпуса ЧГУ работал передвижной мобильный комплекс. Также горожане смогли получить консультации и рекомендации специалистов. Был организован маршрут здоровья. Подобные акции здоровья проводятся в Щебоксарах постоянно. У нас повышается информированность населения. Люди достаточно активно интересуются своим здоровьем. Наши результаты, они заметны. Что люди уже стали больше обращать внимание. То есть стараются правильно питаться, больше двигаться и привлекать себя к всевозможным занятиям. Основная цель таких акций – привлечь горожан к здоровому образу жизни. В связи от того, насколько внимательно люди будут относиться к своему организму, зависит уровень качества и продолжительность жизни. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В преддверии 70-летия Великой Победы в Щебоксарах состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие». Бессмертное произведение Бориса Васильева на сцене воплотили актеры Русского народного театра. Окунулись в атмосферу военных лет и мои коллеги. А это что? А? Демаскируем! А есть приказ? Какой такой приказ? Соответствующий! Неукказанная на случаем женского пола! Разрешайте слушать белье на всех фронтах! Постановка этой повести стала дебютом для молодого режиссера Владимира Синяева. Самостоятельное изготовление реквизита декораций, долгие и тщательные репетиции. К подготовке спектакля актеры-любители подошли серьезно. Занятия у нас проходят, мы время учли всем, чтобы было удобно, с 7 до 9 вечера. Репетиции у нас и в кабинете, и в зале. Именно к 70-летию победы был спектакль такой сделан. Старшину Федота Воскова и пятерых молодых девушек-зенитчиц сыграли студенты училищ и техникумов Чебоксар. Жители столицы, у которых нет профессионального образования. Надежда Григорьева вышла на сцену впервые в роли сержанта Кирьяновой. Сначала тяжело было учить слова, потом вжиться в роль вообще, волнение перед зрителем. Это очень прям волнительно. Но надеюсь, всем понравилось. Этот спектакль играют молодые люди, знающие о войне только по воспоминаниям дедов и прадедов. Но играют искренне с душой, понимая, что живут сейчас благодаря защитникам Отечества. Татьяна Леонтьева, Леона Утухова, Николай Яковлев, Республика. По указу президента России Владимира Путина, всем ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы вручается юбилейная медаль. 70 лет победы в Великой Отечественной войне. На днях торжественная церемония прошла в 4-й Чебоксарской гимназии. Воздушные шары, цветы и улыбки. В 4-й гимназии особый праздник. Здесь встречают ветеранов войны. Медаль вручается Майковой Палитине Матвеевне. После официального награждения концерт. Ребята подготовили для ветеранов яркую программу. И в Берлине в праздничную дату был вас двинут, чтоб стоять века. Памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся в Англии. Это он, солдат моей державы, охраняя мир на всей земле. Написать стихотворение или песню можно о каждом советском солдате. В боевых действиях их участвовало более 34 миллионов человек. Своя неповторимая история есть и у тех, кто работал в тылу. У меня уже 87-й год идет. Я в колхозе работала 5 лет во время войны. Вот такого счастья у нас не было, как у вас. У нас не было детства, у нас не было юности. Трудное время было. С 14 лет я уже встала за станок токарем работать. И многие годы работал за станком, чуть ли не до пенсии. Два года оставался до пенсии, я уже более-менее на легкую работу перешла. В общем, трудилась со всеми взрослыми вместе. Поэтому так важно ценить каждый мирный день, рассказывать детям о войне и ее героях. Конкурсы рисунков, сочинений, встречи с ветеранами проходят сейчас во всех детских садах и школах России. Мне очень приятно, что ветераны приходят в наши гимназии и рассказывают о войне. О том, как они работали, трудились ради нашего будущего. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Помимо юбилейных медалей, более 25 тысяч участников Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты. Материальная поддержка в размере 7 тысяч рублей будет оказана участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также вдовам военнослужащих. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 3 тысячи рублей. Единовременные выплаты будут доставлены ветеранам войны вместе с пенсией уже к началу мая. Военные пенсионеры получат выплату через силовые ведомства. Единовременную выплату получат и Валентина Васильевна Лохман, участница Великой Отечественной войны, уроженка Чувашии. В свое время Валентина Васильевна организовала в 37-й школе музей боевой славы 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи. В преддверии Дня Победы юные эскурсоводы музея пришли к ней за новыми экспонатами. В 1941 году 18-летняя Валя, одной из первых комсомолок, ушла добровольцем на фронт. Начало новой, военной жизни помнит до сих пор. Как только пришли на вокзал, крикнули по вагонам. А вагоны были телячие. К каждому взводу один вагон был. И потом в вагоне двухъярусные полки, как называется-то, и на верхнюю полку сразу сказали, что держать только оружие с собой, а лежать не развиваясь, потому что будет воздушная тревога. Валентина Лахман дошла практически до Берлина, закончила войну в Восточной Пруссии. Потом еще семь лет работала на восстановлении народного хозяйства. Так назывались огромные стройки, развернувшиеся в разрушенных войной областях. И везде с ней была фронтовая подруга – гитара. Это фронтовики подарили, поскольку никто не умел. Я только умела на гитаре играть. Мне подарили. Сегодня и самой Валентине Васильевне играть уже трудно, поэтому гитару она передала в Музей боевой славы 37-й школы. А еще саперную лопатку. Именно такой лопаткой приходилось окапываться при налетах все четыре фронтовых года. Теперь оба экспоната займут достойное место в экспозиции музея. Спасибо вам, что боролись за наше будущее. И с наступающим 9 мая. Пока были силы, Валентина Лахман ходила в школу, участвовала в военно-патриотическом воспитании, и занималась с активистами музея. Сейчас и ребята, и учителя, и депутат Чебоксарского городского собрания Ирина Клементьева сами приходят к участнице войны. С большим удовольствием. Благодаря вам, мы в сегодняшнем свободной стране огромное вам спасибо. Это мы вам низко клонимся за ваши труды, за ваши победы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Тоже члены. Одно из крупнейших предприятий Чуваший, Химпром, регулярно становится объектом внимания экологов, политиков, неравнодушных горожан. Все дело в том, что раньше на заводе выпускали химическое оружие. С тех пор прошло много лет, производство давно закрыли. А беспокойства нет-нет да возникает, особенно в предвыборный период. Насколько безопасны предприятия с точки зрения охраны окружающей среды, как защищены его работники, об этом депутатам Госсовета и журналистам рассказали на Химпроме во время пресс-тура. В музее Химпрома до сих пор хранятся контейнеры, в которых до 1987 года перевозили готовую продукцию – опасные вещества. С 1972 года по 1987 год мы производили Химпрома. В 1987 году решением Женевской конвенции наше предприятие присоединилось к 120 странам мирового сообщества о запрете Химпрома. Сегодня бывшее опасное производство законсервировано, никакой деятельности там не ведется. Вся территория завода оснащена системой контроля за безопасностью. Система каскада построена так, что мы практически не можем изменить какие-то в базе данных, какие-то элементы. То есть она прошита однозначно, и туда уже никто не залазит. То есть первым делом, сейчас, как наши специалисты, кто нас проверяет, приходят, первым делом компьютер, открывают каскад, открывают все параметры, смотрят, как мы работаем. Что же касается утилизации отходов, она предусматривает две схемы. Использование в дальнейшей производственной цепочке, либо сжигание. Процесс термобезвреживания заключается в том, что при температурах порядка 1200-1400 градусов происходит разрыв. Молекул, веществ, которые подлежат, будем говорить, уничтожению, с образованием атомов, которые связываются уже в вещества, которые являются безвредными, а кое-какие из них, и полезными для жизнеобеспечения нашего с вами, в частности, получается, образуются у нас минеральное удобрение попутное. Понятно, что все технологические секреты нам не раскрыли. В конце концов, есть производственная тайна. Но цифры находятся в открытом доступе. Модернизацию производства и природосберегающие мероприятия на Химпроме ежегодно инвестируются не менее полумиллиарда рублей. Абсолютно спокойно. Я вижу, какие средства, какие технологические возможности вкладываются в эти производства, в безопасность, прежде всего, этих производств, в экологическую, технологическую безопасность. Мы сегодня еще раз убедились, что даже те нормы отходов, которые здесь существуют, они ниже предельных величин, которые даже может утилизировать предприятие. Поэтому, в принципе, за безопасность здесь можно не беспокоиться. Выпады в адрес Химпрома чаще всего звучат на заседаниях Госсовета Чувашии. Лидер фракции «Справедливая Россия» поднимает этот вопрос постоянно, независимо от повестки дня. Однако среди участников пресс-тура Игоря Малякова не оказалось. Но его коллега по фракции Владимир Михайлов, судя по всему, остался доволен увиденным. В частности, системой термообеззараживания. Полностью удовлетворен теми ответами, которые главный инженер, так понимаю, обсуждал вместе с директором. Главный инженер, что есть действительно технический регламент по выпуску продукции годовой объем, где четко написано, сколько продукции должно быть выпущено и проверяется. И, соответственно, точно известно, сколько от этой продукции будет отходов. И как со слов главного инженера, что это все у них компьютеризировано и проверяется несколькими структурами, федеральными в том числе. И показано было на компьютере, значит, в цеху, как производится процесс сжигания, где хранятся отходы, которые сам Химпром, соответственно, и производит. Собственно, все доступно и понятно. Вот у меня, по большому счету, вопросов не осталось. Развенчивание мифов – дело непростое. Но, когда видишь процесс собственными глазами, вопросов становится меньше. Елена Гальперина, Юлия Важенина, Николай Яковлев. Республика. В Чувашии впервые прошел спортивный турнир, в котором приняли участие бойцы спецподразделений полиции из нескольких регионов страны. Битва за лидерство развернулась нешуточная. За спортивными баталиями наблюдали наши коллеги из пресс-службы МВД. В МВД Почувашской республики прошел первый межрегиональный спортивный турнир, посвященный памяти сотрудников ОМОН, прапорщика милиции Бориса Казакова и старшины милиции Григория Кудькова, погибших на службе 5 апреля 1998 года. В состязаниях приняли участие бойцы ОМОН Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мариэл, а также сотрудники госнаркоконтроля и представители общины казаков республики. МВД Почувашей представляли бойцы ОМОН и сотрудники конвойной службы. Участники состязались в различных видах спорта. Силовой комплекс был представлен выполнением следующих упражнений. Подтягивания на перекладине, выпрыгивания, жим штанги лежа, изгибания и разгибания туловища. Победителем выполнения упражнения подтягивания на перекладине стал боец Чувашского ОМОН Александр Соловьев. Лидером выпрыгивания стал его коллега Алексей Федоров. Он выполнил упражнение 220 раз. В следующих двух дисциплинах не было равных бойцу ОМОН Ульяновской области Владимиру Кукшину. Упражнение сгибания и разгибания туловища он выполнил 140 раз за три минуты. А штангу массы равной своему весу он поднял от груди 30 раз. Упорная борьба за пальму первенства развернулась в состязаниях по волейболу. Чувашские ОМОНовцы буквально вырвали победу у ульяновских коллег и стали лидерами турнира. Серебро в общекомандном зачете увезли ОМОНовцы Ульяновской области. Бронза досталась сотрудникам госнаркоконтроля республики. Лики и сюжеты. Выставка с таким названием открылась в преддверии Пасхи в центре современного искусства. В 2000 году в Великом Новгороде археологи обнаружили небольшой лист бересты. На нем с обеих сторон были процарапаны человеческие фигуры. Образ Иисуса Христа и Святой Варвары. Датируется находка 6537 годом от сотворения мира или 1029 годом от Рождества Христова. Иными словами, берестяные иконы на Руси были известны очень давно. Мастера и сейчас, в веке 21-м, любят этот материал. Накануне в Центре современного искусства открылась выставка берестяных икон в декоративных панно, лики и сюжеты. В иконах, которые выполнены строго по канонам из благословения Нижегородской епархии, созданы образы Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа, многих православных русских святых. Мастера восстановили старинные русские технологии чернения и вощения, инкрустирования различными сортами бересты, жемчугом, полудрагоценными камнями. Основные материалы для своих работ – дерево, бересту и воск – мастера заготавливают сами, полностью отказавшись от использования искусственных красок. Выставка пробудет в столице Чувашии до 10 мая. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика». Он выйдет в эфир в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин